МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Инвестиции, рабочие места и налоговые поступления. Глава республики обсудил с Кабмином масштабные проекты, реализуемые в Дагестане. Туризм через цифровизацию. Села Дагестана оснастят высокоскоростным интернетом. Вклад в благородное дело. Житель Москвы оказал финансовую помощь в строительстве духовного центра в Дагестане. Глава Дагестана встретился с главнокомандующим военно-морским флотом России Николаем Евменовым, который накануне прибыл в республику. Особое внимание на встречу было уделено теме в перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. Министр задачу поставил уйти от Астрахани и прийти сюда. Но прежде всего, боевой подготовки вопросов не было. Каспийская флотилия, она как участница. Даже мы слышим, видим, работаем. Да, да, да. Основной это социальный вопрос. Вот, ну, вчера так переговорили, в общем-то. Сейчас переговорим тоже с командующим, что все решается. Ну, есть задачи, они будут решены. Кроме того, Николай Евменов поделился планами относительно проведения в Дагестане военно-морского парада. Владимир Васильев озвученную идею поддержал. Там же здесь история, вы знаете, есть. Не самая приятная, далеко трагическая. Поэтому мы очень аккуратно к этому относимся. Ну, а вот военно-морской было бы, конечно, очень уместно, красиво. И с этого надо начинать. Да, и все позволяет. Вот сегодня сейчас происходит. Конечно. Тем более сейчас такой опыт на работу. Вот вы показали по Питеру, это здорово. Затем у главы Дагестана состояла встреча с заместителем командующего войсками Росгвардии по Северокавказскому округу Михаилом Романовым. Васильеву был представлен новый командир 102-й бригады оперативного назначения в Махачкале. Им стал полковник Дмитрий Чистяков. Боевой офицер. Кавказ знает не понаслышке. В основном свои задачи выполнял именно в республике Дагестан, на территории Дагестана. И Чечни тоже. Людей знает. В трудные времена, может, даже где-то когда-то пересекали. Так точно. Владимир Васильев обсудил с Кабмином республики масштабные стратегические проекты, реализуемые в Дагестане. Особое внимание было уделено сфере туризма. Так, первые шаги в этом году сделаны. В частности, проводятся работы по созданию гостевых домов в селах. Уже в пяти районах республики туристы могут посетить эти площадки. Всего будет создано 10 хабов. О том, какая ситуация сложилась в отрасли в контексте задач, поставленных руководством, доложила и глава ведомства. На выходные ночевал в одной из гостевых домов в Кундастском районе. Там встретил туристов из Воронежа, Астаха. Казань, Семьи, которые приезжают и погружаются в сельскую жизнь. И местные жители на сельскохозяйственных пунктах понимают, что от туризма есть доход, есть перспектива. В общем, продолжаем. Владимир Васильев, в свою очередь, положительно оценил работу Минтуризма и напомнил, что в приоритете должны быть инвестиции, рабочие места, налоговые поступления и повышение уровня оплаты труда. Я вот слышал сейчас в выступлении одном из первых, что заработная плата в туризме выросла. Сколько средней заработной платы у нас в этом году? Если вы располагаете, больше будет. А была какая? Вла-19. Вла-19. Коллеги, вы, наверное, тоже слушаете, да? Слушайте, пожалуйста, смотрите, как это все работает. Понятно. Вот очень важный момент по поводу неприятия. Там, помните, выращивание рыбы было, да? Против были люди. Сейчас нашли понимание по рыбе? А я относительно недавно с Артемом Сеевичем, другим руководителем, был в нашем муфте глубоко уважаемого. И он даже говорит, что вы вот когда туризм организуете, он уже тоже все слышит, все, ума все слышит. Муфтеян все понимает, знает и поддерживает наше правильное решение, переживает за это и способствует всячески. Так вот он говорит, вы направляете турпотоки в мечети. Правильно? Да, в нашей легендарности. Правильный подход. И сколько людей продали сегодня, да? Вот в чем вы рассказываете, газель за два дня абрикосов, да? Таких много. Таких надо много, чтобы люди рассказывали реальных историй из жизни. Понимаете, что это значит? Коллеги, вот это ровно то, что делает большое собрание людей, проживающих, народом. Понимаете, единение, посадка деревьев, решение вопросов. Понимаете, туристический поток, чтобы ушел не в наказание, а на пользу людям. Удаленные села Дагестана оснастят высокоскоростным интернетом. Делиться впечатлениями в социальных сетях о новых и уже полюбившихся местах в нашей республике станет легче. Проект «Устранение цифрового неравенства» охватывает 309 населенных пунктов, среди которых Акушинский район. О туристическом потенциале и новой связи с цифровым миром. В сюжете Луиза Раджабовой. Прокладка магистральных линий и установка оборудования доступа. Этот базовый этап не так прост, как кажется. В горах свои особенности работы. К примеру, волокно не укладывается в грунт, а крепится воздушными подвесами на линиях электропередач. Основная часть, где были трудности, это вот, как вы видите, здесь деревья у нас, огороды, где не проедет техника, только вручную, она уже пройдена. Сейчас они делают монтаж, устанавливают крест для того, чтобы в дальнейшем установить муфты. С 2014 года Ростелеком реализует проект цифрового неравенства. Он предполагает внедрение широкополосного интернет-канала. Программа охватывает 309 населенных пунктов. В текущем году около 100 сел получат совершенно новую связь. В этом году планируется подключить 98 населенных пунктов. Это, если начать с Юждага, Кайкенский, Магарамкенский, Кайтакский, Докуспаринский. В центральной части это Акушинский район, Левашинский, Хунзахский, Гиргебельский и Гунибский районы. Мы продолжаем развитие программы ОЦН и на этот год мы запланировали в Акушинском районе подключить 16 населенных пунктов. Это от 250 до 500 человек. То есть мы сейчас прокладываем магистральные волцы. До конца года мы подключим Wi-Fi и до 100 метров, в радиусе до 100 метров будет бесплатный Wi-Fi. Тем временем Акушинский район живет не только интернетом. Здесь развивают сферу туризма. Безусловно, в месте многочисленных палеонтологических находок, в том числе и древнего Эхтиозавра, туристам будет чем поделиться на своих страничках в соцсетях. Вот этот Эхтиозавр находится, это находка с Акушинского района. Рядом здесь место с Чурчума. Это уникальная находка. Один метр находка, чего стоит с этого разума. Развитие туризма в Акушинском районе благоприятно повлияет на местных мастериц. Благодаря их изделиям туристы смогут забрать с собой частичку Дагестана. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что вы именно делаете, какую вот работу? Вот шарфики вяжем, паутиночки из козьего пуха. Можно вязать такие платочки, паутиночки. То есть турист может забрать с собой на подарок? Да, каждый турист может с собой на подарок собрать. Вот носочки вязанные. Жилетки детские любви, вещи пинеточки, много чего вяжем. А из шкур можно папахи, тоже берут на подарки. Дегустация национальных блюд, мастер-классы народных промыслов, знакомства с национальной кухней. База на 16 мест расположена в живописной местности в Сосновом лесу, где бьет родник. Есть огромное количество туристов, которые увлекаются палеонтологией, археологией, как вы изначально сказали, и будут приезжать. И это направление тоже нужно развивать в республике. Здесь все условия созданы, инфраструктура вся создана. Есть размещение 15 коек мест. Это, грубо говоря, на один микроавтобус. Туристская группа может заранее забронировать. Питание здесь очень хорошо организовано. Вода и окружающие места, Сосновый лес, все благоприятцы для развития. Туристический потенциал Акушинского района откроет новые возможности для сельских поселений. А для туристов, в свою очередь, скоростной интернет послужит хорошим бонусом. Луиза Раджавова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Акушинский район. Житель Москвы оказал финансовую помощь в строительстве духовного центра в Дагестане. Узнав о возводимом культурно-религиозном объекте, Юрий Шульгин приехал в Махачкалу, чтобы воочию увидеть масштабы проекта и внести свою лепту в благородное дело. То, что я сегодня увидел, произвело на меня сильнейшие впечатления. Это действительно грандиозно, это действительно здорово. И я бы считал, что это очень мудро. Вот такие вещи делать коллективно, усилиями многих-многих людей, и жителей Дагестана, и не только. Во всяком случае, у меня впечатление самое сильное, очень сильное. Здорово, молодцы. Яркое, веселое и в то же время поучительное представление на берегу моря смогли увидеть жители Избирбаша и гости города. Там отметили в закрытии пляжного сезона спортивно-массовое мероприятие «День безопасности на воде», которое организовали местные администрации и МЧС республики. Хамзан Румагомедов с подробностями. За время купального сезона в этом году в республике утонуло 13 человек. Семеро из них – дети. Причина тому – несоблюдение простых правил безопасности. Организаторы уверены, подобные мероприятия позволят сократить количество несчастных случаев на воде. Наглядно показывают, как оказывают первую помощь, где следует купаться, где не следует купаться. Например, сегодняшний пляж, он оборудован, есть буйки, есть медицина, есть спасатели, более 15 человек, где могут оказать профессиональную, квалифицированную помощь. После торжественной части зрителям устроили захватывающие выступления по кайтсёрфингу. Желающие смогли прокатиться на банане, моторных лодках и квадроциклах. Сотрудники МЧС показали ребятам силы и средства, которые они используют, чтобы спасать людей и оказывать помощь. Кроме того, для дополнительной мотивации соблюдать правила безопасности мальчишкам и девчонкам подарили футболки с надписями. У нас действительно проблемы возникают, безопасность, потому что основная масса людей, которые к нам приезжают, это северокалкарские регионы с детьми, с семьями. И всё время происходит, что они оставляют, без детей, без внимания уходят, море, волны, не зная, приезжая первый раз. И в связи с этим у нас с утра, с раннего, с рассвета и до последнего отдыхающего здесь круглосуточно работают спасатели, которые закреплены за городом Избирбаши. Отдыхающим представили развлекательную программу. Аниматоры в костюмах Нептуна и Русалки с юмором и выдумкой радовали детей. На праздники работала полевая кухня, и все желающие пробовали гречневую кашу, чай, кофе и многое другое. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Избирбаш. Мир не без добрых людей. В Каспийске сотрудники МЧС спасли котенка. Предположительно, в вентиляционную шахту он упал с чердака девятиэтажного дома, где и находился почти два дня. Мяуканье услышал хозяин одной из квартир на первом этаже, который и вызвал подмогу. С помощью перфоратора работники спасательной службы проделали в стене отверстие и вытащили котенка живым и невредимым. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА